Добрый вечер! Он не может уволить человека и глубоко убежден, что никакое произведение искусства не стоит одного спиленного дерева. Встречайте, актер, режиссер, художник, сценарист Александр Адабашьян. Александр Артемьевич, у нас сегодня программа необычная. Мы встречаем Старый Новый Год по старинной русской традиции. У нас, как вы знаете, два новых года в стране. Поэтому все хотят сделать вам подарки, и ваши друзья, которых мы обзванивали в том числе. Давайте сыграем в такую игру. Подарки буду вам преподносить я, естественно, от их имени. А вот кто вам их преподнес, попытайтесь угадать, будет даже интересно. И вот первый подарок. Прошу обратить внимание, он у меня в руках уже. Вот. Вот эта фотография. Фотография двойная. Как вы думаете, от кого этот сюрприз? Это я могу догадаться. Потому что эта фотография, вот эта вот, первая черно-белая, это момент, когда я ухожу на сборный пункт служить в Красную Армию, где я провел три года. А снимал меня Алексей Шашков, мой одноклассник. Давайте проверим. Внимание на экран, пожалуйста. Ну вот, наступает Новый год. Я хочу, Саша, тебе к Новому году сделать небольшой подарок. Вот две фотографии. Вот эта фотография, когда ты уходил в армию. Ты здесь печальный и нерадующийся жизни. А вот эта фотография такая, какой ты сейчас есть. И вот я хочу, чтобы ты всегда был не такой, как на этой фотографии, а такой, как на современной фотографии. Саша был двоечник, так же, как и я, и хулиган. Но он в школе был одной из самых выдающихся личностей. Дело в том, что он всегда, везде и на чем угодно рисовал. Рисовал чаще всего карикатуры на наших преподавателей. И я должен сказать, что преподаватели даже охотились за этими карикатурами, за своими и за карикатурами на своих коллег. Там у нас был учитель физики, который нарисовал очень толстый. Толстый дядя, я его нарисовал ванной. Как он принимает ванну. Был большой скандал, а потом, опять же, когда я кончил школу, он мне сам рассказал, что он боями отбивал эту... Меня вызывали родители моих, там, честь или почем свет стоит. А в учительской они дрались за эти картинки. Он таким голосом разговаривал. Яков Альич Лернер. И он мне все время говорил, что ты не знаешь, что физика тебе когда-нибудь притягивается. Я говорю, Яков Альич, поставьте мне три в четверти. На коленях я перед ним стоял. У меня было 14 двоек, две единицы. Поставьте мне три. Я вот чем угодно клянусь, что я никогда в жизни не буду заниматься физикой. Вот пусть меня как Джорджана Бруно будут сжигать, и все равно я буду говорить, что она не вертится. И он мне таки, значит, прям плюнул на все, и там между этих двоек расставлял четверки, чтобы получил в среднем трояк. А потом, когда у меня со второго курса института, вот как на этой фотографии, у нас не было военной кафедры, меня забрали в Красную Армию. Я там три года отслужил в ракетных войсках стратегического назначения, которые войска такие, так сказать, ученые. Я был один из лучших, хотя там были ребята с незаконченно высшим. Я в электротехнике разбирался лучше многих. Как честный человек, придя в школу, демобилизовавшись, я пришел к Яков Фальчу, сказал, он меня прижал к своей груди, долго держал, влажными глазами на меня посмотрел, сказал, пойдем в девятый класс, ты им расскажешь. Я пришел в девятый класс, а так еще легенды шли, там, о моих, значит, всех безобразиях, решили, сейчас придет такой, вроде как откинувшийся зэк, начнет им рассказывать. А я им начал нудеть, что вот дети, надо учиться, вы не знаете, пригодится вам физика или нет, так у них лица вытягивались, и этот продался. Существовала такая форма общения между учениками и учителями, между учениками, учителями и родителями, она называлась дневник. У вас, кстати, был дневник? Да. Вы его показывали, эти колы, двойки все? Да, ну, с восьмого, нет, с девятого класса родители, мама устала уже ходить, а отец сходил один раз, я тебе короткую историю расскажу. Да. Он был у меня большой начальник, и в школу не ходил, но однажды ему позвонили из школы и сказали срочно приехать, он говорит, что это касается вашего сына, а у него совещание, которое он вел. Вот, он решил, что, видимо, там, что-то случилось непоправимое, значит, свернул это все совещание, выяснил адрес школы, значит, на служебной машине понес все туда, прибежал, мы сказали, да, идите к завучу, он пошел к завучу, она говорит, что вот, очень хорошо, что вы пришли, садитесь. Он уже трясясь сел. Сказал, вот, вашего сына с третьего урока математики удалили из класса. Ну, что дальше? В это же время из параллельного класса был удален ученик Грушин. И в коридоре они, вместо того, чтобы думать о своем поведении, фехтовали на щетках. Говорит, ну и что он, что он выбил глаз Грушину, или Грушин поразил его в сонную артерию? Нет, говорит, слава богу, ничего не случилось, но сам факт. Они говорят, что вы из-за этого меня вызвали? А что, вы считаете, что это не безобразие? Он на нее наорал, говорит, ну я не знаю, что за это полагается? Ну, расстреляйте их во дворе школы, отправьте их в колонию. Что вы от меня хотите? Ну, если вы этого не понимаете... В общем, он с ней дико разругался. Дома мне абсолютно не симметрично за это влетело, потому что было безобразие куда больше. И больше он сказал, что больше он в школу ходить не будет. Говорят, что школа была довольно такая редкая, элитарная и французская. Да, она была французская. Почему меня туда отдали родители, это для меня мистика, потому что это был 51-й год, когда я туда поступил. В то время изучать французский язык, это было то же самое, что сегодня, не знаю, отдать в школу с углубленным изучением клинописи, например. То есть по бредовости этого знания совершенно. Вы как-то вспоминали о своем детстве и сказали, что все время была хорошая погода, и вы не помните дождливых дней. Это цитата. Что это означает? Ну, это, так сказать, это образ того, как мы видим прошлое. Потому что вот сейчас очень много разговоров, особенно у людей пожилых, как было замечательно прежде. Договариваются даже того, как было чудно в коммуналках, как все дружили, вместе праздновали дни рождения. Почему-то они не возвращаются туда. Хотя, что проще, сдай свою отдельную квартиру, найди еще трех таких же романтиков, поселитесь и празднуйте дни рождения. Они просто вспоминают, нет, просто им тогда было 18 лет, сейчас 70. Естественно, тогда все было лучше. И поэтому как-то в детстве как-то вот память вообще обладает этой способностью фильтровать. И действительно, я вспоминаю зиму моего детства в Москве. Все время светило солнце, был белый снег скрипучий, мороз и солнце. Лето, дождей не было никогда. Все было замечательно и прекрасно. Просто потому что тогда мне было, наверное, лет 12, сейчас 60. Конечно, тогда было лучше. Кто же спорит. У меня есть еще один подарок. Это подарок от вашего, естественно, товарища хорошего. Вот он, собственно. Это дружеский шарж. Вглядитесь внимательно, может быть, вы узнаете руку и назовете нам автора этого. Это Макаров. Макаров. Давайте проверим. Проверим, посмотрим на экран. Прости меня, но это любя. Была там очень смешная история. То есть когда он... У нас же были студенческие, естественно, мы сдавали работу. Какие-то оценки нам выставляли. Приходила комиссия. Всех выгоняли из аудитории. Раскладывались наши рисунки. И там, значит, каждому выдавалась тихая тайная характеристика. Саша Адбашьян спрятался в шкаф. В шкафу он простоял, по-моему, часа 4 или 3. Потому что там что-то задерживалось. Без движения, без дыхания. Вывалился оттуда пунцовый. Но потом он так смешно рассказывал, конечно, что нам, какие нам давались характеристики. Почему-то рассказывают все ваши однокурсники, что вот если в коридоре где-нибудь видели группу людей, которые весело смеются, это почти всегда означало, что в центре находитесь вы. Так ли это было? Ну, это такое листивое художественное преувеличение. Не совсем так. Хотя, в общем, я, как послуживший в Красной Армии, был набит. В то время еще я все это прекрасно помнил. Потому что истории из моей армейской жизни было много. Расскажите что-нибудь армейское. Порадуйте нас тоже. Ну, одна из моих любимых историй, это про пожар войсковой части. Значит, в нашей суперсекретной войсковой части загорелся склад. Слава Богу, он был набит не боевым имуществом, а имуществом хозяйственным. Происходил это зимой. Но все равно склад на территории войсковой части, пожар, это ЧП. Прибежали все. Конюх привел лошадь погреться. Прибежал генерал, который, значит, принял решение, поскольку приехала пожарная команда капитана Широбокова, который, развернув свои эти самые кишки, выяснил, что они все прогнили. Кишки там, вода из них текла, из конца, значит, там еле капала. Что ему потом стоила карьера. А генерал сказал всем лепить снежки и кидать на крышу соседнего помещения, чтобы оно не загорелось. Кидали, пока не шибли с генерала по паху. Потом к этому делу потеряли интерес. А в стороне стоял заведующий складом, вокруг него была толпа тоже, значит, солдат. Говорил, это там неинтересно, этот шифер щелкает. Вот там вот в углу, там должна ахнуть бочка с ацетоном. Сейчас до туда еще не дошло. Это, говорит, что у тебя там шипит? Это то ли, это ерунда. Он экскурсию проводил. И никто не знал, что в это время... А рядом были деревянные коптерки. Коптерка, значит, такой склад имущества. Ефрейтор Вася Полевой совершал подвиг. Коптерки уже тоже дымились. И он с задней стороны, рискуя жизнью, выламывая доски, вынимал оттуда имущество и уносил в лес. Об этом я узнал совершенно случайно, потому что, когда прошло уже довольно много времени, я был помощником дежурного по части, и с этой повязкой имел нахправо там по территории части ночью перемещаться. Вася был вынужден меня пригласить в качестве тягловой силы, потому что он носил в соседнюю деревню, продавал или обменивал на алкоголь, спасенное имущество. И когда мы пришли в это сельцо Едрово, это просто была как мечта Рокчеева. Значит, все село ходило в новеньких бушлатах, сапогах, этих танковых костюмах. Я шел сзади, сгибаясь с мешком, впереди города шел Вася, и из всех окон на причале Вася говорит, помню, 36-й размер будет, Вася рукавицы завтра. Вася снабжал все это, все это сельцо спасенным, причем действительно героически спасенным. Он рисковал жизни. Реклама на пятом, и вернемся сюда к нашему разговору. Вы вернулись в ВУЗ, закончили его, и поступили на очень интересную работу. Я поступил в проектный институт. Я был главным техническим эстетом, но при социализме, при плановом хозяйстве дизайн или техническая эстетика вечно совершенно бессмысленная. Он нужен там, где есть конкуренция. А при условии повального дефицита качество товара вечно совершенно бессмысленная, которая только увеличивает его цену. Но это понять тогда было трудно, объяснить кому-то не было тоже. И мы сидели, маясь от безделия, чего мы только не выдумывали. Мы, значит, в день зарплаты, мы все вчетвером за три дня на кальке изготовляли фальшивые рубли, десятки, потому что из нашей двери было видно окошко кассы. И, значит, их бросали под окошко кассы и смотрели, кто как реагирует. Кто там просто наступал, ждал, пока все разойдутся, кто, значит, ногой отвозил этот десятку за угол, кто честно отдавал туда в кассу. Это два рабочих дня. Начальник наш непосредственный, который сидел в другой комнате, у него была гипертония, ему кто-то сказал, знаете, как всегда, что вот нужно в день съедать по одному этому самому миндальному орешку. Поскольку у себя в отделе ему было это делать не очень ловко, а у нас вроде обстановка богемна, он приходил к нам вроде бы узнать, как дела, и на батарее раскалывал молотком этот орех. Потратили целый день, значит, и отколупав там краску, прилепили пистон от детского пистолета, закрасили, пришел начальник, бахнул, пистон взорвался, значит, на следующий день пришел, все, осмотрел, положил, бахнул опять, опять бахнул, потому что мы теперь на молоток приклеили. Ну, вот такой вот дурью, майли столько, потому что у него совершенно нечего больше было делать. Вот. Ну, а потом я оттуда с большими трудами уволился, потому что я доказал начальнику свою вредность. Ну, вот я с трепетом ждал этого момента, когда, в общем, насколько я понимаю, не причинив особого урона народному хозяйству, вы уволились. Но не верится что-то, чтобы все-таки вы так увольнялись прямо в никуда, не предполагая, что вас уже ждут в кино. Нет, конечно, не в никуда. Я еще когда был на четвертом курсе, я поработал в качестве художника-декоратора на картине Никиты Михалкова. Это вот все наша компания, где был и Никита Михалков, Володя Грамматиков, Андрей Юренев покойный. А как они оказались в вашей компании? Ну, как-то так вот, я не знаю, как-то вся эта образовалась, такая подростковая компания, так скажем. Единственный, кто точно знал, вот кем он хочет быть, это, наверное, я, поскольку я хотел в художественной поступать, от Никитов театрально и Грамматиков тоже. Все остальные были просто объединенные возрастом, радостью жизни, бездельем и чудной атмосферой этих самых 60-х годов в Хрущевской оттепели, когда, в общем, было разрешено, был замечательный стишок в то время, «Все хорошо, все хорошо, из мавзолея Сталин изгнан, показан людям Пикассо, гослит издать и Бунин издан, цветам разрешено цвести, запрещено ругаться матом, все это может привести к весьма печальным результатам». Вот, что, в общем, пророчески и сбылось. Да, спасибо. Вы где-то в каком-то интервью, я как Чапаев, университетов не заканчивал, вы сказали, и тем не менее попали в кино. Это было конкретное предложение Никиты Михалкова. Когда у него появилась эта история с курсовой работой, его тоже выгнали из Щукинского за съемки в кино, он перешел в ГИК с потерей курса. И вот, когда на эту курсовую работу, он меня позвал в качестве художника-декоратора. Это была моя первая работа в кино. Я вообще ничего не знал, как происходит, но все мои работы в кино начинались с того, что я был хорошим подмастерием при классном мастере. Там была художник-постановщик Ирина Викторовна Шреттер, «Царство и небесное». И она терпеливо меня учила. А я все исполнял. Масса была, конечно, накладок, но учился методом собственных проб и собственных ошибок. И так дальше по всем моим, так скажем, киноспециальностям. Все происходило только таким способом. И на основании собственного опыта могу сказать, что единственная вообще возможность чему-то научиться только в процессе собственной деятельности. Сейчас вам залеплю цитату из Леонардо да Винчи. «В отвлеченных рассуждениях отсутствует собственный творческий опыт, без чего ни в чем не может быть достоверности. Высшие градации творческого ума развиваются только в процессе собственной творческой деятельности». Вот так. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И еще одна цитата. В связи с этим. «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали». Это не я, это Леонардо. Я понимаю. Над вами потешаться будут. Еще одна цитата. Если помните такую пьесу «Дни турбиных», там Лариосик с нежностью глядя на Мышлоевского, выпивающего, говорит, «Как вы так ловко рюмки опрокидываете?» На что Мышлоевский отвечает замечательной фразой «Достигается упражнением». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Которую я с удовольствием вам передаю. И если вы угадаете, от кого это будет, нам очень приятно. Я так понимаю, что это такой ненастоящий маленький футбольный мячик. А вот тут я понять ничего не могу, тем более, что они все... А, тут даже какие-то мои эскизики есть, плакаты есть. И это, значит, картина, как я понимаю, неоконченной пьесы для механического пианино. Ну да. Судя по фрагментам. Ну да. А подарить это мог кто угодно из тех, кто на этой картине работал. Тут я уж не угадаю. Ну хорошо, давайте мы пока разбираемся с подарком, посмотрим на экран. Сашенька, продолжай так же создавать и другим в новом году, в следующем году такие же настроения, такие же дарить чувства, как ты дарил нам. Здоровья, родной мой. Только здоровья. С Сашей мы познакомились на свой среде чужих, но больше всего сблизились на механическом пианино. Практически это мы все жили вместе в одном в одном предместе таком, под Москвой, город Пущино. Итак, сюрприз. Захар, Яков, открывайте. Лизочка, сюрприз. Пианино. Тихо, тихо, тихо. Захар. Мы жили, репетировали, пили, романили, хохотали, снимали картину, играли в футбол, в грязи, в слякоть, в солнце, в дождь. В общем, испытали полное как бы счастье от общения, от всего. Не может этого быть. Захар! Прекрасный советчик. То, что Никита его безумно уважал и слушал. Это очевидно было. Мы жили в роскошной, в полупустой гостинице. Роскошной, действительно. А в 150 метрах была эта усадьба, в которой мы снимали. Все это на берегу Оки. Лето. Маленький этот городок Пущино. Действительно было просто райское и по способу работы, и по возможности существования, и по отдыху. Вот тогда появилась эта традиция Михалковской ежедневной игры в футбол. После съемки играли в футбол. Это замечательно, ну, помимо того, что это хорошее физическое упражнение, это еще замечательно как это релакс. На площадке у нас такая была традиция, в котором он соблюдался на всех картинах, разговаривали исключительно на вы по имени-отчеству. Все. Осветители, водители, все равно все были там. Не было там Сашка, Пашка, Павел Тимофеевич, Никита Сергеевич, Александр Артемович. У нас был бригадир-осветитель Сергей Сергеевич Шабеку, который очень... Только я с ним мог соревноваться в этой велеречивости. Если ему, допустим, нужно было протянуть кабель где-то, он подходил ко мне и говорил, Александр Артемович, принимай его внимание, все величие той декорации, которая, как всегда, во всех ваших творениях, исключительно идеально и глубоко и точно отображает то чеховское видение, которое вы здесь воздвигли. Но не будет ли лишним если светотехническое представительство находящегося, Мосфильма, находящийся здесь для создания разности потенциалов, необходимых для освещения вашей безумно замечательной декорации, провести здесь небольшой кабель электрический для того, чтобы... Сергей Сергеевич, вы осчастливите меня, если это разность потенциалов, хотя бы чуть-чуть светит то, что сделано нашим общим гением, потому что освещение значительно... Вот такой вот... такой версаль начали происходить. В общем, это была действительно хорошая экспедиция, лучшие дни нашей жизни. И кроме того, никто от нас ничего не ждал. Никто не ждал ни шедевра, ни замечательной картины, просто вот была такая плановая картина, которая снималась быстро и не очень дорого, а потом, значит, оказалось, что она весьма успешна, получила кучу призов на разных фестивалях, после этого уже жить стало немножко сложнее. А почему, кстати, сложнее? Ну, потому что, когда тебя чего-то ждут, это давит. Когда ты никто и звать никак, то, в общем, как пришел, так и уйдешь. И так и уйдешь. Понятно. То есть предпочитаете быть никому неизвестным, бездарным, незнаменитым, среднестатистическим человеком? Ну, по крайней мере, таким прикидываться. А у нас старый Новый год. Есть возможность поднять бокал с шампанским, а потом вернуться сюда после рекламы. У меня в руках следующий подарок. Мы его так закамуфлировали. Хлопья овсяные. Значит, это что-то связанное с собакой Баскервиллей. Да. Значит, это по упаковке, я бы сказал, что это Света Крючкова. Не знаю, будет ли это для вас неожиданностью, но хотелось бы, если едиожиданностью, то приятной. Внимание на экран. Саша, я могу пожелать одного. Это в гармонии. Это когда то, что хочешь, совпадает с тем, что можешь. И я думаю, что он, в общем, всю жизнь так жил и продолжает жить. А подарить, я думаю, что самое правильное. Я хотел бы Саше преподнести большую, хорошую пачку овсянки, чтобы он ее приготовил, а принес мне. С Новым годом, Саша. Саша человек дарование возрожденческого абсолютно, потому что он невероятно одаренный человек во всех отношениях. И с точки зрения пластики, и с точки зрения драматургии, и с точки зрения актерского дела. Он такой совершенно реально универсальный художник. Очень часто приходилось заменять друг друга, подменять друг друга, особенно наших первых картинок, когда вся работа, в общем, была в большей степени как бы зависела только от нас, и нам мало кто помогал, то, конечно, ему пришлось освоить, как и всем нам, самые разнообразные профессии, а с учетом того, что он действительно человек очень одаренный, очень, то, как бы, начиная что-то делать, он втягивался и совершенствовался в этом деле, и поэтому вполне легко мог заменять любого практически. Овсянку придумал Масленников. Вообще, в принципе, что, значит, вот как нужно было придумать вот эти вот взаимоотношения Берри Мора с Сэром Гендери, он говорит, а что такое это английский завтрак? Это поридж, овсянка по-нашему. Вот отсюда, значит, появилась эта овсянка, а там еще смешно, но этого в кадре нет. Мы с Виталиком Соломиным покойным придумали такую для себя игру, что там же ситуация какая? Холмс уезжает и оставляет вместо себя Ватсона с тем, чтобы сэр Генри полностью ему подчинялся, поскольку он находится в опасности. И дворецкого Берри Мора, естественно, возмущает, что какой-то там приезжий, даже не знаю, как сказать по-английски, хмырь. Это по-английски, да? Да. Распоряжается в доме и командует моим хозяином. Поэтому придумали, что у них такие сложные натянутые отношения, и когда, значит, я там раскладывал овсянку, допустим, я Виталику все время клал такой один шлепок, а у него рядом, значит, лежала записная книжка, в которой, значит, он все фиксирует. Я на прохожу и читаю «Берри Мор, дурак, Берри Мор, дурак, Берри Мор, дурак». Там три раза написано. Вот такие, значит, там внутри были игрушки для себя, но вообще это было очень большое удовольствие, потому что компания там была замечательная. Но всю эту атмосферу этого англичанства это замечательно придумал Насленников. Вот это... Мы играли таких англичан, каких и в Англии нет. Ну, такие все были англичане. И вот он создал, как сказать, как питательный бульон, в котором мы уже там как бациллы размножались сами. И это вот англичанство цвело махровым цветом. Я думаю, что успех картины не только собаки, а вообще всего этого сериала холмовского, и именно в этом. Именно в том, что вот это была очень точно найденная атмосфера интонации и стиль, в котором все существуют. У меня есть для вас подарок. Это Николай Носов. «Приключения Незнайки» и его друзей знаменитая книга. Это для вас? И как вы думаете, от кого? Может быть, Марину Александрову? Может быть. Давайте это проверим и посмотрим на экран. Он уже был на съемках, а я летела одна в Париж. Меня посадили на поезд, так как съемки были не в Париже, а чуть дальше. И меня посадили на скоростной поезд, к которому я должна была выйти. И меня встретила группа с Александром Артемовичем. А как-то так получилось, что я вышла на остановку раньше, которая была не запланирована. И я звоню Александру Артемовичу и говорю, «Александр Артемович, ну я уже приехала». Я говорю, «А где вы?» Он мне говорит, «Как ты приехала? Ты только через час приезжаешь. Ты где остановилась?» Я говорю, «Я не знаю». Но спроси у кого-нибудь. Я говорю, «Здесь никого нет. Тогда прочитай какое-нибудь название, где ты находишься». Я говорю, «Здесь ничего не написано». Я говорю, «И ни одного человека народа». На что он говорит, «Ищи какие-то буквы, но попытайся прочитать хотя бы по буквам мне. Скажи, что же французская станция, на которой ты стоишь». Я говорю, «Александр Артемович, я вижу такие огромные красные буквы, на котором было написано «Алярм». Я говорю, «Я на «Алярме».» На что он говорит, «Дура, не подходи, это осторожно». Снималась это французская картина, где я был соавтором сценария вместе с режиссером Лораном Жоуи. Эта картина называлась «Стаяние снегов». Лоран Жоуи, он очень хороший парень, такой француз, стопроцентный, очень хорошо организованный, высокий, в очках, с маленьким рюкзачком, где у него компьютер. И Маринка его прозвала «Знайка». Как из этой… Поэтому я догадался, что это она, потому что ни «Знайка» больше ни с кем не ассоциировалась. И вот, значит, эта самая «Знайка». И там, что было еще смешно, однажды, там была сцена в церкви, которая снималась, она там играет беременную на девятом месяце. Снимали это в деревне, там, в Альпах. И в перерывах между съемками, значит, она своим пузом выходила на крыльцо покурить, мимо шли эти самые жители с изумлением на это глядя. А еще вся проходящая группа так ее со звоном по животу. Дзинь! Они с ужасом на это все взирали. А как вы вообще оказались во Франции и начали там работать? Как всегда, случайно. Значит, после картины «Очи черные» мне предложили написать экранизацию, но это еще была перестройка, Россия была в моде, и мне предложили написать сценарий по роману такой Симона Ареза «Мадо». И когда я, значит, продюсерам стал объяснять, почему, что и как, и причем это нужно было делать многократно и неоднократно всем, значит, потенциальным инвесторам, то я так в этом поднаторел, что я уже разыгрывал сцены, я там приплясывал, все изображал, что в какой-то момент они сказали, может, тогда сам и снимешь. Вот. И авантюрность этого предложения мне очень понравилась, снять первую в жизни картину на чужом языке, в чужой стране, про чужую деревню, о которой я ничего не знаю. Вот. Стопроцентная авантюра, там единственный был Янковский и оператор Леван Паташвили, соотечественники, все остальные были французы. Вот. Поэтому, значит, вот я в эту авантюру и нырнул, и не пожалел, что в этом поучаствовал. Давайте посмотрим отрывок из этого фильма. Вот это да. А теперь мне действительно надо идти. Вы любите восходы солнца на реке? Это зависит, с кем я. Отличалось ли это как-то от манеры снимать кино нашими режиссерами? Как вы вписались во французскую систему координат? У меня была возможность репетировать. Актеры в основном были театральные. Марьяна, которая главную роль играет, она вообще первый раз в жизни снималась и в театре до этого не работала. Она только-только закончила это, что-то типа училища тамошнего. Я ее расспрашивал, как у них обучаются. Обучение у них заключается в том, что они сразу начинают, даже не репетировать, у них репетиция называется лектюр, что значит чтение. Они сразу начинают читать пьесу. Вот им раздают роли, и они садятся и начинают ни разбора, ни разговора о том, что мы собираемся делать, просто они начинают читать и тут же выдумывать интонации. Я люблю тебя. Нет, я люблю тебя. Вот может быть так. Нет, я люблю тебя. Вот так давайте. Но когда я начал репетировать с остальными, они приходили со сценарием, говорят, давайте сценарий отложим в сторону и давайте просто подумаем, что за персонаж. Вот как они познакомились, эти два персонажа. Этого в сценарии нет, но давайте придумаем. Не бог весть что, но я как Хлистаков. Потом на мои репетиции стали ходить актеры, не занятые, просто приятели. Они говорили, что приехал мессия. Такое, просто такие открытия. Когда говорили о том, что нужно знать биографию персонажа. Это все были такие открытия, они переглядывались, они записывали. И я там цвел махровым цветом, действительно, как Хлистаков. Я явился с Станиславским на короткой ноге, все, значит, такое. С Михаилом Чеховым. Я цвел там, махровым цветом. Почему вы не хотите повторить этот опыт режиссерский? Ну, я вообще считаю, что режиссер – это не профессия, а склад характера. Это мое твердое убеждение. Понимаете, это занятие, в котором нет ремесла. Ну, как правильно сказал кто-то из великих, режиссером может быть всякий, не доказавший обратного. А настоящий режиссер – это человек, который должен быть уверен, что его видение мира единственное, правильное, уникальное. Без чего настоящий режиссер существовать не может. Это то же самое, что поэт. Если поэт не уверен, что вот он увидел закат, и так, как увидел его он, не видит и не увидит больше никто и никогда, не надо поэзией заниматься. В конце концов, все уже написано. И Пушкин написал, и Лермонтов написал, и Втушенко написал, все писали. Куда я еще полезу? А я вижу, так, как вижу я, так не видит никто. То же самое режиссер. И поэтому режиссер, этот человек, который в этом своем убеждении мучает себя и мучает других. Он может загнать сто человек в ледяную реку, потом посмотреть в камеру и сказать, нет, вылезаем, снимем это лучше в пустыне. Потому что, не потому, что ему хочется тратить государственные деньги, потому что он убежден, что для настоящей ценности кадра важно только это. Ведь у вас видение мира свое абсолютно, может быть, отличное от других. Но, тем не менее, всего одна картина в качестве режиссера. А потому что я, как сказать, я не убежден в том, что оно действительно уникально, и что ради этого я могу мучить и унижать людей. Для того, чтобы вот это вот мое видение мира состоялось, и что я истинно в последней инстанции. Повторяю, это склад характера. Скажите, что это, что это такое? Ни одно произведение искусства не стоит спиленного дерева. Ну, вот это вот, оно самое и есть. Что дерево, которое там росло 150-160 лет, спилить его только ради того, чтобы кадр стал с твоей точки зрения изящнее. И это то же самое, ни одна картина не стоит ничего здоровья. там заставлять больного артиста лезть в ледяную воду, потому что там лежать на снегу, снимать крупный план в минус 30, хотя это можно снять нормально, крупный план можно снять на балконе в гостинице. В чем прелесть телевидения? Вы меня видите, я вас нет. Вы сейчас увидите рекламу, а я ее нет, к сожалению. Скажите мне, пожалуйста, какая из ваших многочисленных профессий вам больше нравится? Как говорят французы, саду и паун, что означает, это зависит. Зависит от того, чем в данный момент занимаешься. Не то, что она мне в данный момент больше всего нравится, а как раз нравится, начиная, и то, чем давно не занимался. Был у меня период, когда я довольно много снимался, и во всякой ерунде, и в том числе и в сериалах. И наступил какой-то момент, когда мне утром позвонила ассистентка, сказала, что вот сейчас придет машина, 39-я сцена у вас, я с ужасом понимаю, что я не помню, с какой она картины. Спросить-то неловко, какая 39-я сцена, куда меня сейчас повезут. Я, значит, какими-то окольными путями нашпионил, выяснил, откуда она, с какой она картины. Значит, наспех в машине читал эту сцену, потому что надо завязывать, потому что уже так превращались в актер-актерыча. Давайте ответим на записки наших уважаемых зрителей. Надеюсь, среди них будут любопытные. Скучаете ли вы по тем временам, когда были старые фильмы по советскому времени? Работалось ли вам тогда легче? Или сейчас интереснее и легче? Работалось тогда, с одной стороны, легче, потому как условия, конечно, были там. Снимали медленнее, снимали подробнее. Но за это мы платили налог в форме цензуры. Сейчас, с одной стороны, делай все, что хочешь, но теперь ты платишь налог в форме общения с так называемыми продюсерами. Заметьте, что в те страшные времена, они действительно были страшны во многих отношениях, картины, тем не менее, продолжали существовать. Режиссеру уговаривали, грозили, мучили, пытали, но в конце концов, если он упирался, картина клалась на полку. Проходило время, ее с полки снимали, она существовала. Сейчас это за 20 минут. Если режиссер упирается, значит, он тут же выкидывается, на его место приглашается другой, и он доснимает, или монтирует, или переделывает. Как сказать? Ну, с одной стороны, конечно, опять же повторяю, это тогда было 20 лет, сейчас 60. Конечно, тогда было лучше. В этом смысле. В каждом времени и свои плюсы, и свои минусы, и сравнивать, где их больше, где их меньше. Пожелайте что-нибудь нашим студентам, и поздравьте их, пожалуйста, с Новым годом. Поздравляю вас с прошедшим, поздравляю вас с наступающим старым Новым годом, желаю вам терпения, прежде всего, здоровья и терпения. Вот две вещи, которые вам в вашем возрасте пока еще необходимы. Чтобы вы были здоровы, чтобы вам везло, и чтобы хватило терпения на тот период, когда пока что не везет. А мы желаем видеть ваши новые и новые работы в любом качестве, в котором бы вы не принимали в них участие. Удачи вам, и радуйте нас, пожалуйста, дальше и дальше. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.